Коллеги, давайте начнем. Приветствую еще всех подсоединившихся к нашему вебинару людей. Меня зовут Юрий Якушин. Сегодня я вам буду рассказывать про интеграцию видеоконференц-систем EOLINK и конференц-систем ITC. Собственно, что это такое, какие плюсы есть у данного решения и какие особенности. Начнем рассказ про оборудование EOLINK. Надеюсь, многие зазнают, что EOLINK – это компания, которая производит не только IP-телефоны, но также и видеоконференц-системы. У них уже достаточно большой парк групповых терминалов, так и индивидуальных устройств, как аппаратных, так и программных. Также немножко анонсирую, насколько я знаю, уже рассказывали мои коллеги. Но летом у нас выходит новая линейка видеотерминалов. Там будет примерно 3-4 устройства. Достаточно очень интересные модели. Как точку у нас появится информация, мы про них расскажем. Но сегодня в конкретном вебинаре мы на самом деле будем рассматривать всего один терминал, а именно терминал, который для интеграционных рейней, а именно VC-880. Он у нас здесь находится на слайде в правом верхнем углу. Собственно, давайте его рассмотрим подробно. Слева вы можете увидеть его фотографии, как с лицевой стороны, так и с обратной стороны. Это первый кодек ялинка именно для интеграционных решений. Как вы можете видеть, в отличие от других терминалов, у него нету встроенной камеры. То есть это чисто кодек, к которому можно подключить как камеры ялинка, и о ней мы поговорим чуть позднее. На следующем слайде будет как раз-таки камера ялинка. Так и, например, можно подключить сторонние камеры, у которых есть HDMI-выход. Вы можете посмотреть внизу на обратной стороне, на задней панели терминала, есть слева HDMI, он такой выделен в синей окантовке. Как раз-таки в этот HDMI-разъем можно подключить какую-то стороннюю камеру, либо, например, она уже может быть установлена, уже приобретена, например, клиентом. И чтобы новую не покупать, не тратить дополнительные деньги, можно подключить к ней камеру. Либо, например, сценарий может быть, когда у вас уже приобретены несколько камер, ставится видеоматрица, и уже на видеоматрице вы выбираете, как будут отображаться много камер, которые подаются уже в терминал ялинка ВСИ 880. Также этот терминал, он поддерживает возможность проведения многоточной конференции, то есть у него есть встроенный МСЮ, а именно, так же, как и на ВСИ 800, у него есть лицензии на 8, 16 и 24 точки. По умолчанию терминал может делать только один видеовызов, ну или принимать, то есть видеовызов многоточка, она активируется именно лицензиями. Камер ялинка, который называется ВСИ 22, к нему можно подключить до 9 рук, и для этого не требуются никакие видеоматрицы, для этого требуется обычный ПУЕ-коммутатор неуправляемый. На следующем слайде чуть подробнее о схеме подключения мы поговорим. Про возможность подключения сторонней камеры тоже рассказал. Можно, в принципе, сделать сценарий, когда будет использоваться и сторонняя камера, и камеры Ялинк. Но общее количество камер не превышает 9 штук. Также у этого терминала есть два видеовыхода HDMI. Это делается для того, чтобы на одном экране у вас были лица, ну, головы людей, скажем так, а на отдельном экране у вас на весь экран выводилась презентация либо контент, передаваемый в конференциях. В самом терминале нету разъемов для подачи проводного контента. Для этого используется выносная коробка. Называется она VCH50 для передачи проводного контента. Эта коробка соединяется с терминалом при помощи Ethernet кабеля, и вы ее выносите, эту коробку, на стол, либо под стол прячете, и уже оттуда HDMI кабелем, либо MiniPlay Parton, вы выводите этот шнурок, кабель, непосредственно к устройству, которое должно подать этот контент. Это гораздо удобнее и практичнее, нежели тянуть эти два кабеля непосредственно до терминала, который находится в, ну, обычно где-то в серверной, в стойке, но никак не в помещении. Также данное решение, данный терминал поддержит беспроводную передачу контента. О ней вы можете более подробно посмотреть в записях. Ну, обычно мы рассказывали об этом, ну, в нашей общей презентации об оборудовании Ялинка. Очень удобное решение. Мы у себя в компании везде этим пользуемся. Гораздо удобнее, нежели через весь стол прокидывать кабели. Также есть пару RCA-разъемов для подачи звука со сторонних аудиосистем. Как раз-таки будем дальше рассматривать именно подключение со сторонними, ну, и в нашем случае с нашими аудиосистемами. Терминал поддерживает передачу видео максимум Full HD 60 кадров, и контент передается в максимальном качестве, это 1080 в 30 кадров. 4К у нас пока ни один из терминалов не поддерживает. Вот, у нас максимальное качество это Full HD. Также поддерживает 265 кодек. 265 кодек работает только в режиме точка-точка, то есть в рамках одного видео вызова. Если у вас многоточная конференция собирается на терминале, то там и будет использоваться видео кодек 264 High Profile. Напоминаю, что 265 кодек, он позволяет два раза экономить полосу пропускания по сравнению с 264 кодеком. Вижу, что уже начинают идти вопросы. Дмитрий, к сожалению, не помню, как зовут. Быстров спрашивает. В 19-дюймовом он планирует? Вот, видимо, вопрос имеется в том, что терминал, который будет с точного исполнения. Я хочу отметить, что ИС-880 не имеет крепления в стойку, то есть для того, чтобы его развернуть в серверном шкафу, нужна полочка, на которой он будет лежать, либо его можно просто сверху на какое-нибудь другое устройство, на какой-нибудь пое-коммутатор положить, он оттуда не съедет. Как раз-таки один из новых терминалов, который будет анонсирован летом, он уже как раз-таки будет с точного исполнения. Немножко такая... Забыл слово. В общем, заранее предоставили информацию. Владимир Кернов, госпрашиваю, как реализуется беспроводная передача контента, если кодек в другом помещении? Да, вот мне подсказывает инсайдерская информация. Благодарю, Андрей. Есть ли в другом помещении? Работает это через USB, то есть фактически вам нужно USB-свисток, который там подключается в терминал, его вытащить в помещение, где будут находиться непосредственно люди, которые будут передавать помещение. Собственно, вот вся идея или решение, которое нужно сделать. Единственное, что через USB там достаточно сильные потери, так как по USB всего 5 вольт передается, надо приобретать удлинитель, который позволит данную длину, нужную вам длину, обеспечить. Мы как-то у себя в офисе покупали и проверяли 10-метровый USB-удлинитель, вот он у нас там не заработал. Работает не по местным Wi-Fi сетям, Владимир Кирного спрашивает, работает по выделенным сетям, поэтому по своей собственной, непосредственно по точке доступа. Вот, поэтому, вот, давайте перейдем дальше. Камера. У нас есть на данный момент всего одна камера, называется она E-Link VCC22. В корпусе она выполнена от VC800 терминала. Если кто-то его в руках держал, то корпус у них идентичный, у них отличается только на задней панели камеры разъемами. Оптика у них одинаковая, то есть камера имеет, во-первых, она по TZ, она крутится на плюс-минус 100 градусов, и угол обзора у нее 70 градусов. То есть если ее расположить достаточно к столу, то может не охватить людей, которые сидят максимально близко к камере. Поэтому они обычно стоят на некотором отдалении от участников. 12-кратный оптический зум, достаточно стандартное значение оптического зума для подобного решения. Камера питается по пое, у нее нету блока питания, то есть не требуется независимое питание, ну там от сети 220 вольт. Это позволяет, во-первых, экономить на линиях, меньше кабелей тянуть до камеры. Ну и... И также по этому кабелю, изернетовскому терминал соединяется с камерой. Картинку она позволяет передавать в Full HD 60 кадров. Помимо VC880 данная камера может работать и с VC800. Также у этой камеры присутствует ИК-приемник, то есть тело у нас находится в серверной, а камера, она находится непосредственно в той комнате, где сидят люди. При помощи пульта АДУ вы направляете на камеру и, соответственно, управляете терминалом при помощи этой камеры. Если у вас многокамерное решение из VC22, то вы можете в любую камеру управлять, и они все будут работать. Также эта камера оснащена HDMI-выходом. HDMI-выход работает на камере всегда. Во время конференции, если у вас, ну, или в режиме ожидания, либо во время конференции, когда не передается и не принимается контент в конференции, там всегда передается заглушка. Там такая картинка, достаточно красивая. Но как только в конференции начинается передача контента, то этот контент начинает вводиться на HDMI-разъем камеры. И, соответственно, для чего это сделано? Эти, представим, что может быть большой актовый зал, где сидят много людей, и задних рядов, допустим, неудобно смотреть, или, ну, да, скорее всего, неудобно смотреть вперед. Где-то там вдалеке есть экран. Мы можем экран с контентом расположить сбоку от сидящих, либо на колоннах, либо на мобильных стойках. И для этих людей по бокам будут транслироваться передаваемые в конференции контент, ну, там, выступающего. Также эта камера может управляться по пресетам. Как раз-таки эти пресеты, они и будут нам нужны во время интеграции с аудиоконференц-системами. Давайте посмотрим вопросы. Андрей, про что выводится на дисплей, контент или собеседники? А, ну, как раз-таки уже ответил Андрей на этот вопрос. Что у нас выводится? Кстати, хочу сказать, на слайде, внизу слева, цены зеленые. Это рекомендованные розничные цены. Их вы можете увидеть в рублях на нашем сайте, на сайте apimatico.ru. Ну, партнерские цены вы можете узнать у вашего персонального менеджера. По поводу подключения. Как раз киос-сценарий, про который я рассказывал, по поводу актового зала. У терминала e-Link есть специальный Ethernet-разъем. для подключения аксессуаров, т.е. камеры. Но разъем один, а камер может быть девять. Для того, чтобы эти камеры, во-первых, и запитать, и подключить, нам нужно использовать обычный OE-коммутатор. ОE-коммутатор неуправляемый, изолирован от локальной сети. Это обязательно. Либо, например, вы можете использовать управляемый, но тогда как-то в LAN-ме его ограничить, потому что терминал для этих камер создает собственную локальную сеть. Чтобы у вас не было проблем, мы зачастую рекомендуем именно просто обычный неуправляемый OE-коммутатор. Мы также ими продаем коммутатор от компании Vitec по очень доступным ценам. Если, например, нам достаточно одной всего камеры, то сам терминал может запитать эту камеру. С дистанции до 100 метров питание передается. Терминал сам автоматически их обнаружит при включении. То есть не нужно никаких дополнительных настройок делать. Единственное, что важно, это должна быть одна версия программного обеспечения. Если у вас по какой-то причине камеры терминал друг друга не увидели, значит, одно из этих устройств нужно обновить. До актуальной версии, скорее всего, это будет камера. Терминал может формировать раскладки из этих камер, а именно 1 плюс N, это когда одно изображение большое, и N-ное количество камер вокруг него маленькое. Обычно это раскладка 1 плюс 7. Также есть мозаика или плитка, когда все камеры одинакового размера. Поэтому максимальное значение у нас камер их 9, то есть максимальная раскладка 3 плюс 3. И можно одну конкретную камеру вывести на весь экран. Андрей спрашивает, у камер есть веб-интерфейс? У камер веб-интерфейса нет, веб-интерфейс для настройки есть только у терминала. У VC800 либо у VC880. Вот как происходит подключение. Здесь в качестве примера стоит VC800 терминал, но никакой разницы в этом нет. Вот есть специальный Ethernet-разъем, про который я говорил, VCH Hub. К нему подключается ПУЕ-коммутатор. Если нам не нужен проводной контент, то мы можем избавиться от VCH50. Он просто убирается из этой схемы, и вы соединяете с ПУЕ-коммутатором. Главный критерий, то чтобы при выборе ПУЕ-коммутатора, что он мог на порт выдать достаточное количество питания для камеры, она потребляет порядка 15 Вт для своей работы. Собственно, вот все требования. Достаточно все плохо. ПУЕ-коммутаторы у нас сейчас стоят достаточно демократичных цен. Поэтому каких-то проблем или высоких цен не стоит же ожидать. Ну вот, собственно, переходим к интеграционным решениям. У Ялинка есть в портфеле аксессуары к виде проводных и беспроводных микрофонов, но они все направлены и не все задачи могут выполнить. Во-первых, наши терминалы не поддерживают наведение говорящего, так называемый voice tracking. Когда в комнате сидит человек, начинает говорить, то камера и терминал не могут определить его по голосу. Ну, нет таких микрофонных систем. Но терминал умеет работать по пресетам. И как раз в этих сценариях используются конгресс-системы, когда по нажатию на микрофон, ну, у каждого человека стоит по микрофону на гусиной шее, и при нажатии на этот микрофон фактически включается пресет на камере. Во-первых, это избавляет от проблемы, когда у нас один кто-то выступает рядом или там с другого конца кабинета кто-то чихнул, кашлянул, либо издал какой-то звук, и камера сразу же на него навелась. То есть здесь конкретно кто выступает, на него камера повернулась, и никого другого больше не видно. Более такая стабильное решение. Так вот, какие требования, во-первых, есть при интеграции? Во-первых, у клиента может быть уже своя какая-то аудиосистема. Мы как раз и будем рассматривать второй случай только, который с использованием конгресс-системы. В этих системах используются микшерные пульты, усилители, достаточно большой парк оборудования дополнительного, там колонки, система звукоусиления. Также используется система управления. Мы сейчас будем как раз керосматривать два сценария использования сторонней системы, аудиосистемы и системы ITC. Главное их отличие в том, что при использовании сторонней какой-то аудиосистемы нам нужна система управления, Кристурон или АМХ, которая будет непосредственно управлять и аудиосистемой, и терминалами Ялинка, и связывать их, чтобы они вместе работали. Кристурон и АМХ достаточно дорогие. Решение их, помимо того, что надо купить, еще и нужно их настроить, то есть заплатить деньги еще и инженеру, который это сделает. С ITC такой проблемы нету. Сам аудиоконтроллер, контроллер конференц-системы, уже имеет встроенную поддержку работы с терминалом, и вы не тратите дополнительные деньги. Также в переговорной комнате может понадобиться и мультикамерное решение, ну или многокамерное решение, когда одна камера снимает человека на трибуне, который выступает, а также общий план помещения. Ну и также одно из основных требований это как раз и отслеживание говорящего. Но в нашем случае это будет, что камера следить за спикером не может, она будет наводиться по активации конкретного микрофона. Вот как выглядит общая схема, скажем так, самая небольшая, самая простая схема, где не будет наведения на говорящего. То есть это, например, как подключить терминал Ялинка в систему, где просто уже есть своя микрофонная система, есть своя система вывода звука. Мы просто покупаем терминал Ялинка через RCA, через 3,5-мм разъемы, соединяемся с микшерным пультом, либо можно напрямую с микрофонными системами и системами звукоусиления. И, соответственно, работаем. У нас есть терминалы, которые поставляются как с Ялинк микрофонами, и также чисто терминал с камерой, либо без микрофонных систем, как раз для таких случаев, когда уже имеется своя аудиосистема. Вот вопрос уже есть от быстрого эхоподавления. Аппарат на со стороны окусники VC-880 на себя взять может. При активации на терминале, если мы говорим о VC-800, там будут 3,5-мм разъемы, джеки. Если мы говорим о VC-880, то это будет RCA. Как только вы туда подключите, вы можете включить функцию AEG, ну, включить, либо выключить функцию AEG на этих разъемах. Вот. Так что функция эхоподавления на разъемах есть. Именно на терминалах Ялинка. Вот, надеюсь, ответил на вопрос. Интеграция со сторонними многокамерными решениями. Ну, вот как раз-таки тот случай, когда мы на терминале VC-880 через HDMI разъем получаем видео от матричного коммутатора. То есть к матричному коммутатору подключаются сторонние ПТЗ-камеры. Система управления управляет картинкой, которая будет передаваться на терминал Ялинка. Ну, и также у нас терминалы поддерживают управление через API. У терминалов Ялинка есть документ API, который описывает, как они могут управляться со сторонними системами. Там также, как включение пресетов, поворачиванием камеры. Вот. Там целый документ, который это все расписывает. Собственно, вот один из сценариев здесь описан в виде схемы. Вот текстом описано, вообще, как этот сценарий работает. Видеоматрица передает видеосигнал от ПТЗ-камер. Терминал не умеет управлять этими камерами. То есть при использовании пульта ДВУ вы управляете только самим терминалом, его какими-то настройками, вызовом, ответом на вызов, передачей контента, а непосредственно формированием видеоизображения занимается именно видеоматрица или Крестрон, который может управлять этой видеоматрицей. Крестрон управляет при помощи документного протокола АПИ. Он по умолчанию активен. Вот. Можно им взаимодействовать. Терминал Ялинк поддерживает управление АПИ как по сети через Ethernet, также и через кабель RS-232. Вот более подробная схема взаимодействия построения. Потом также помимо АПИ терминал Ялинк поддерживает протоколы удаленного управления камерой виска и пелка. АПИ достаточно более обширный протокол. Там не только управление камерами можно делать, но также и различные другие сценарии задействовать. А эти два протокола занимаются занимаются чисто только управлением камерой. То есть вы на терминале создали пресеты заранее. Инженер приходит, создает условно 10 пресетов на разные положения. Причем не только поворот камеры фиксируется, но также и зум, то есть приближение. соединяется терминал E-Ring либо с системой управления крест-рон AMX либо с конгресс-системой ATC при помощи кабеля. И когда микрофон включается, условно первый микрофон у нас привязан к первому пресету. Включается микрофон, приходит команда о том, что включился микрофон в систему управления, и система управления говорит терминал включи первый пресет, и камера поворачивается на тот пресет, который у нас активировался. Вот самая подробная диаграмма непосредственно как все это соединение происходит. Что-то хочу отметить. Это как раз система диаграмма при использовании системы управления кристерона MX. Краски под тач панели у нас находится система управления. Как я говорил ранее, она стоит достаточно больших денег. Она во-первых требуется покуп потраты денег на инженера, который ее будет настраивать и интегрировать. Но из плюсов могу сказать, что данное решение позволяет использовать планшет, который находится на столе, и при помощи данного планшета можно управлять всем оборудованием, которое находится в зале, а именно включать телевизоры, управлять жалюзи, которые могут находиться, поднимать их, опускать, управлять терминалом, управлять камерами, светом, освещением, в общем, всеми электронными устройствами, которые находятся в зале, можно управлять. Но за это приходится платить. Мы при использовании конгресса МИТС предлагаем более простую схему и более доступную по цене. Если у вас стоит задача по наведению камеры на выступающего, то вы используете терминал EOLINK VC 880, используете контроллер ITC. Следующие слайды непосредственно поговорим, какие контроллеры позволяют работать с наведением на говорящего. вы контроллер и терминал соединяете кабелем USB RS-232. У терминала нету разъема RS-232, у него есть последовательный порт USB для этого. Вы соединяете их, создаете пресеты на терминале и также в контроллере вы можете создать эти положения так называемые пресеты через контроллер. Контроллер управляется при помощи программного обеспечения с компьютера и подключаете микрофоны которые там на трибуны проводные или беспроводные к контроллеру. Ну мы в данном случае говорим про проводные микрофоны. у каждого микрофона есть свой идентификатор условно номер его первый, второй, третий, четвертый и вы в программе привязываете микрофон один к пресету условно один, два, три. Давайте для простоты скажем что первый микрофон к первому пресету. Вы привязали все десять микрофонов к пресетам и собственно этого достаточно для того чтобы это работало. то есть приходит человек активирует третий микрофон контроллер видит что у него активировался третий микрофон и он посылает команду в сторону терминала включить третий пресет. Собственно вот все. Единственный момент который хочу отметить что в отличие от использования системы управления крисон или лимикс вы не можете на столе расположить тот самый планшет через который управлять всеми системами в зале то есть если вы хотите управлять терминалом а именно там совершить вызов принять вызов то нужно либо использовать пульт иу либо есть у диолинка аксессуар в виде планшета проводной планшет который позволяет управлять работой терминала то есть можно его расположить где-то в зале либо у модератора который может сидеть например как за столом либо он может сидеть где-то в сторонке через него управлять вот в данной системе вывода звука также используется компания ITC у нас есть и микшерные пульты и усилители и непосредственно колонки огромное количество вы можете посмотреть на нашем сайте целые разделы и там огромный богатый выбор систем аудио и звукоусиления давайте посмотрю на вопросы а кабель ему быстро спрашивают а кабель ему куда втыкать можете расписать чуть подробнее про какой кабель идет речь и про какой терминал пока не могу понять VC880 RS232 давайте сейчас я быстренько вернусь к VC800 на его картинку смотрите слева внизу у вас задняя панель VC880 слева введите два USB разъема один из них только один из них насколько я помню это левый USB разъем вот как вы сейчас на него смотрите позволяет работать как раз с конгресс системой и используется для подключения того самого кабеля USB RS232 то есть вы USB разъем вставляете в порт USB а RS232 другой конец этого кабеля вставляется в терминал в контроллер ITC у него у него там уже нормальный разъем RS232 по поводу кабеля я в конце у меня последний слайд как раз будет с заметками используется стандартный кабель но требуется специальный чип чип который как раз выполняет функцию переходника должен быть PL2303 вот на последнем слайде я сделал эту заметку чтобы она у вас осталась вот кабель хочу заметить что его в комплекте ни к терминалу ни к контроллеру нету вот то есть его нужно будет приобрести отдельно также мы сейчас дойдем до контроллера там есть еще одна особенность которую я хотел бы вам рассказать вот еще раз хотел сказать более простая схема если стоит задача по наведению на говорящего это решение получается гораздо бюджетнее нежели случай со сторонними решениями где используется систему управления это решение кстати по наведению на говорящего у нас стоит уже установлен в шоуруме в московском офисе так как сейчас карантин конечно показать это не получится но после того как мы выйдем из карантина у нас на сайте должна появиться возможность записаться на приход в эту демо комнату возможно она уже есть и вы сможете записаться какое-то время и со мной либо с моими коллегами посетить эту демо комнату где мы непосредственно на примере показывая оборудование можем вы увидите как это все работает вот гость спрашивает в случае нескольких камер можно ли подключить обычную IP камеру смотрите терминал Eolink не поддерживает сторонние сетевые камеры IP камера то есть он если мы говорим про сетевую камеру то он работает только с камерой Eolink VCC 22 а с другими камерами то есть если эта камера IP имеет аналоговый видеовыход не аналоговый видеовыход то через этот видеовыход вы можете ее подключить к терминалу но опять же управлять ее он не сможет то есть у вас на столе прибавится еще один пульт вообще вот в обычной конференц комнате количество пультов может быть огромное количество даже у нас вот скажем небольшая переговорная комната в офисе а там один пульт от кондиционера один пульт от освещения один пульт от телевизора один пульт от терминала это уже 4 пульта просто которые необходимы там еще пятый пульт кстати для проектора и в этих пультах можно уже запутаться скажем так вот так что наверное если говорить еще о подключении какой-то сторонней камеры то это уже будет шестой пульт в этом случае вот какие контроллеры мы рекомендуем для того чтобы использовать для наведения на говорящего ну во-первых у нас есть контроллер TS 0200M он имеет двухъюнитовый размер скажем он уже как раз юнитовое исполнение у него есть сенсорный экран для какой-то быстрой настройки а так он настраивается через панель управления но на обратной стороне у него огромное количество разъемов для синхроперевода для подключения проводных микрофонов кстати этот контроллер работает только с проводными микрофонами следующий контроллер позволит работать еще и с беспроводными микрофонами и вот внизу можно увидеть у него есть разъем RS 232 через который он может интегрироваться с терминалом E-Link также этот контроллер может работать с системой управления то же самое там крестерон AMX этот контроллер мы предлагаем если есть задача работы с системой синхронного перевода потому что для этого есть отдельные каналы но в основном все-таки предлагаем использовать W100 он в нескольком роде проще заодно может работать с беспроводными микрофонами а именно у него есть всего один разъем RS232 вот он посередине внизу находится здесь вынесен как раз хотел заметить что разъем на обратной стороне может быть вам неплохо видно но там на самом деле разъем папа кабели у нас которые USB RS232 они тоже как раз все в основном а именно папа поэтому вам потребуется приобретение либо переходника но я бы вам рекомендовал бы использовать переходник в виде кабеля потому что у нас были случаи когда покупали переходник в виде такого небольшого то есть переходник мама мама как сказать аксессуара блока блочка когда аксессуар просто вставляется в кабель и у него на выходе уже сразу мама в этом случае у коллег у моих получилось так что там инвертировались разъемы не разъемы контакты если вы будете использовать кабель то его можно разрезать и уже там внутри кабели соединить так как вам нужно мы это проверяли у меня для примера уже есть такие кабели если вы к нам запишетесь на посещение для примера можно будет это уже показать вот собственно что хотел рассказать про этот кабель я готовый кабель в России пытался найти у меня не получилось чтобы был USB RS 232 мама в основном как раз все папы на алиэкспрессе видел и даже мне китайские коллеги предлагали конкретную модель но на российском рынке ее не найти на алиэкспрессе не все могут заказать вот и кстати от этого кабеля RS 232 вы можете увидеть Ethernet разъем Wi-Fi подписан как раз для подключения беспроводных микрофонов о них порассказывали о способе этого соединения и если вас вообще заинтересовала конгресс системы ITC мы проводили вебинар можете на нашем канале на канале IP-матика на ютубе найти этот ролик где мы рассказывали о конференции системах ITC вот вижу есть вопросы давайте по вопросам переключусь быстро спрашивать повесить IP-камеры на регистратор и выводить с него HDMI для производства регионных рабочий вариант да вы на самом деле к HDMI коду терминала можете подключить даже компьютер и тогда изображение с экрана компьютера будет как изображение с камеры фактически что вы хотите через HDMI подать в весь 880 тонн и будет отдавать везде камеры поэтому да Андрей подсказывает мне что это слово адаптер да спасибо Дмитрий Горьков проще самим спаять переходник хочешь сделать хорошо сделай это сам вот Олег тоже самое говорит что комразъемы продаются спаять без проблем Денис Зайцев протокол открытого интерфейса есть для терминала есть чтобы подключить и управлять камерой CC22 с терминала при активации микрофона другой конференц системы да во первых вы точно так же можете например найти устройство которое может работать по протоколам WISCOPELC забыл сказать что у нас без конференц конгресс системы ITC вот эти вот два устройства W100 и TS0200M они работают только по WISCOPELC терминал поддерживает WISCOPELC точно так же вы со сторонними системами если например если не ITC то вы можете также управлять камерой и через протокол API API это тоже вот открытый протокол по которому многие работают если вам нужно этот документ а именно какие команды терминал E-Ring поддерживает можем предоставить он является каким-либо секретным вот наступен в открытых источниках если до этого мы говорили о как это сказать о диаграммах как это все по диаграмме подключается вот в принципе реальная схема подключения с подписанными камерами вы можете заметить здесь как раз таки контроллер конференц системы TSW100 микшеры в середине всего этого используется VC880 право внизу идет система звукоусиления микшерный пульт давайте попробуем как-то прокомментировать и рассказать что к чему потому что вначале прям глаза могут разбегаться а именно к VC780 можно подключить стороннюю камеру через HDMI вы можете ее увидеть возможно я кстати здесь сейчас посмотрю может быть я как-то смогу рисовать здесь секундочку так скажите коллеги видите мою сейчас указку кто-нибудь там в плюсик или там минус в чат напишите ну вот отлично значит видно через HDMI кабель так как у нас есть HDMI вход на терминале для камеры мы можем подключить стороннюю камеру например может быть сценарий когда медицинское учреждение либо например камера требуется 360 либо по какой-то причине наши камеры не устраивает нужна какая-то своя вот через Ethernet кабель RS обычный G45 подключаем планшет управления либо например камеры VCC22 используя обычный PUE-коммутатор мы их соединяем опять же VCH50 нам нужен только в том случае если мы подаем проводной контент если мы говорим про беспроводной контент то в USB разъем вставляется USB адаптер WF50 это в виде такой небольшой флешки разъем и уже сам источник беспроводного контента WPP20 который находится на столе в каком-нибудь стакане либо просто разложен на столе ну на столах уже подключается в компьютер в ноутбук и уже передает непосредственно изображение в приемник в качестве устройства отображения у нас есть во-первых два HDMI выхода выводим их на ЖК панели второй HDMI выход для контента мы например можем подать на матричный коммутатор который также у нас есть чтобы контент передаваемый в конференции можно было вывести во-первых опять же на экран либо например подать в систему безбумажную конференц-систему про Paperless про нее мы сегодня разговаривать не будем в основном все-таки это у нас тема другая она к аудиоконференции никакого отношения не имеет о ней мы как раз говорили в нашей общей презентации про ITC и также в виде проводного контента как раз мы можем подать VCH50 но здесь уже так схема загружена что VCH50 уже линию никак не провести если мы хотим вывести во-первых большое помещение у нас висят колонки кстати колонки могут быть как на стены так и потолочного исполнения нам нужны системы звукоусиления усилители здесь мы представили усилитель на 350 ватт двухканальный и пассивные колонки которые от него запитываются кабели у нас здесь используется здесь ошибка здесь кабели идут от микшера прошу прощения говорю неправильно указал с микшера у микшера есть во-первых терминал подает звук на микшер где мы можем это либо усилить этот канал как-то его почистить и к нему как раз подключается канал звукоусиления здесь используется джек 6.3 на XLR также мы можем подключить петличные микрофоны если у нас например люди сидят по бокам зала либо у нас например большая аудитория в зале находятся беспроводные ручные микрофоны чтобы их не забивало звук от колонок можно поставить подавитель акустической обратной связи звук с микрофонов с проводных их у нас большое количество есть проводные беспроводные микрофоны они подают свой звук в контроллер у контроллера есть собственные алгоритмы подавления обратной связи эхо также можно отрегулировать непосредственно чувствительность микрофонов также у нас микрофоны сами практически все имеют встроенные динамики чтобы например если можно сэкономить и звук выводить не на колонки а например самих микрофонов и уже сам контроллер через XLR либо там есть еще RCA разъемы подают звук на микшер и соответственно звук передается в терминал и отдельным кабелем которые всего этого скажем стоит в стороне это кабели RS232 USB для того чтобы с контроллера управлять камерами VCC22 вот собственно такая идея картинка очень загроможденная кабелей действительно большое количество вы сами можете посмотреть вижу комментарии что уже пишет шикарная схема надеюсь это был не сарказм мы достаточно долго старались чтобы ее сделать вот по поводу paperless системы она там состоит из отдельных устройств здесь она расписана так скажем более подробно здесь в качестве примера хочу просто сказать что у нас paperless система это система безбумажной конференции вся ее идея в том что у вас на столах стоят моторизированные экраны которые выдвигаются по необходимости и вместо того чтобы тратить бумаги у вас леса скажем так не резиновые чтобы спасти леса и собственно воздух которого мы дышим все документы можно перевести в электронный вид и при помощи экранов собственно со всем этим работать и здесь расписан также схема подключения и сценарий когда два терминала две переговорные комнаты они общаются друг с другом и например открыта какая-нибудь презентация внутри ну скажем так на VC800 то есть в правой части люди сидят просматривают какую-то презентацию и они хотят ее предоставить пользователям которые сидят в левой части которые используют VC800 это все возможно сделать здесь это на картинке расписано именно по схеме подключения как это все происходит ну это конечно уже такой сценарий P-prall система достаточно дорогостоящая но вот мы этот сценарий делали когда проводили оффлайн мероприятие в Казахстане мы там целый день у нас было оффлайн мероприятие и в Казахстане мы организовали такую связь что человек сидел в Москве у него был выдвижной монитор он на нем активировал презентацию и передавал ее участникам которые были находились в Казахстане собственно мы были сами в Казахстане у нас на ЖК интерфейс выводился контент как краски который передавал человек с монитора вот и он сидел на мониторе рисовал сменял страницы и мы у себя собственно это видели вот как один сценарий тоже имейте ввиду выиграл систему у нас тоже есть и такой не хотел хотел небольшой расчет сделать для меры сколько будет стоить решение взяли мы во-первых контроллер W100 здесь цены RRC розничные то есть задача такая что у нас переговорная комната у нас требуется всего допустим одна камера для всего нужен нам терминал и соответственно нужно 10 микрофонов в качестве микрофона мы решили взять модель TS-0205 это модель с экраном вот чтобы было более удобно там пользоваться чтобы более информативно было да модель более дорогая но зато например можно делать голосование регистрацию проводить то есть нам нужен один приседательский пульт все остальные будут делегатами приседатель он собственно ничем не отличается от делегата кроме того что он может управлять микрофонами делегатов перехватывать управление на себя то есть всех отключать а сам выступать чтобы если вдруг кто слишком долго выступает он скажем может прервать его выступление и акцентировать внимание на себе контроллер W100 к которому будут подключаться эти микрофоны и собственно этот кабель вот он в конце здесь я посмотрел там цены на эти кабели в принципе есть и менее 2000 есть и больше 2000 ну вот решил примерно 30 долларов выдать собственно вот стоимость решения по розничным ценам розничные цены они так скажем самые максимальные проектные цены конечно же будут уже другие вот да здесь не было системы звукоусиления потому что во-первых количество людей не очень большое в данном случае может хватить колонок телевизора звук звук будет выводиться с терминала на телевизоре через HDMI вот собственно вот если есть давайте почитаю пока комментарии на самом деле по презентации у меня все давайте сейчас перейдем на вопросы которые будут в чате андрей спрашивает на канале пимматики на youtube есть видео синхронная работа конференц системы ITC и систем развернутых в Москве и Алматы видимо это как раз коллеги из Казахстана дают подсказку что такой ролик уже есть да насколько я помню коллеги из Казахстана записывали все это мероприятие и транслировали на youtube у нас это параллельно все было можно будет просмотреть вот пока у нас есть время мы даже почти вложились в час вебинары тогда я пока замечусь подожду ваши вопросы вижу вопрос от Олега а планшета CTP20 что управляется кроме самого кодека CTP20 это устройство которое позволяет управлять настройками терминала управлять подключенными камерами VCC22 также в качестве управления терминалом то есть там настройками но также можно и там совершать вызов принимать вызов а также он предоставляет возможности передачи контента по крайней мере запуска именно этого контента если у нас есть соответственно источник откуда его захватывать и также он позволяет делать функционал whiteboard то есть whiteboard это белая доска где в качестве контента начинает передаваться белое полотно и мы пальцем вводя по CTP20 мы можем что-то рисовать там солнышко улыбку и так далее и также если например у нас идет конференция на e-link митинг сервер и кто-то у нас из других участников конференции передает контент ну например презентацию либо например Excel файл с отчетами от продаж то при помощи CTP20 можно делать аннотации аннотации это рисование поверх документа то есть выделять какие-то моменты то есть делать акцент людей тоже на этом то есть вот что позволяет делать CTP20 Андрей спрашивает что поставляется под заказ из продукции STC а что бывает на складе ну на этот вопрос лучше ответит Алексей Злобин надеюсь он сможет выступить или на крайний случай ответит в чате надеюсь он с нами по крайней мере списке участников я его вижу насколько я знаю лучше чтобы Андрей все-таки на это ответил насколько хорошо Дмитрий Гороков спрашивает насколько хорошо работает встроенный передавитель обратной связи в WSO там включили в проект TS220 похоже избыточно мы всегда закладываем TS220 224 как устройство эхоподавления потому что могут быть различные как бы схемы когда колонки могут быть далеко могут быть близко но 224 он работает в любом случае лучше чем встроенный функционал даже у себя в переговорной комнате мы установили в 24 подавитель пробовали его использовать как раз таки на мероприятии в Казахстане специально брали радио микрофон и подходили напрямую к колонке чтобы началось как сказать начались появляться наводки и динамик начинал там орать и как раз к 224 это работало лучше мы прям сразу это заметили вот если есть ограничения в бюджете если по бюджету мы не проходим то в принципе 224 можно убрать но как говорилось мы всегда предлагаем 224 потому что с ним система работает лучше Олег да конференц системой вашей схеме он управляет как-то конференц системой в нашем схеме давайте я тогда ее опять поставлю я так понимаю что Олег имеет ввиду про вот эту схему терминал Ялинк никак не умеет никак управлять W100 фактически происходит обратное управление что W100 говорит терминалу какой пресет какое предварительное положение камеры нужно включить обратного управления нету также планшет CTP20 он может только управлять оборудованием Ялинка а именно терминалом камеры VCC22 собственно ну и все ну и свою задачу он также может и выполнять в виде там дополнительного функционала по контенту Алексей Злобин на складе есть конференц системы контроллеры микрофоны усилители акустика микшеры подавители акустической обратной связи Алексей попробуй обновить у себя страницу а также проверю себя то что у тебя через настройки выбраны системы что у тебя в качестве микрофона и что у тебя в качестве видео потому что я сейчас смотрю и у тебя тебе система не разрешает на выступление обновись пожалуйста потому что может быть ты расскажешь лучше какие конкретные модели контроллеров есть и микрофоны потому что микрофонов большое количество вот наверное большое количество микрофонов по модели у нас наверное нет если требуется там 30 микрофонов то наверняка это будет доставка подозреваю вот надеюсь Алексей сможет к нам присоединиться и выступить голосом Алексей мы тебя видим и слышим приветствую да коллеги добрый день значит смотрите на складе у нас сейчас в наличии есть конференц системы это контроллеры микрофоны причем есть конференц системы бюджетной серии ТС 06 также есть на складе контроллер ТС 0200 сейчас и есть контроллер ТС W100 также к этим контроллерам ко всем есть в комплекте микрофоны соответственно к проводным системам проводные микрофона к беспроводному контроллеру TSW-100. Есть набор беспроводных микрофонов, причем в достаточном количестве, где-то примерно от 20-25 микрофонов делегатов и 1-2-3 микрофонов председателя. То есть можно составить из данного оборудования конференц-систему. Как от небольшой, так и средних размеров. Также для озвучивания конференц-залов есть у нас и усилители, и акустика в наличии. Причем и усилители разной мощности, и акустика разной мощности. Микшеры 12-канальные есть. Соответственно, набор аксессуаров в качестве кабелей необходимых соединительных, чтобы соединить контрольных конференц-систем с микрофонами. Микрофоны в проводных системах, они соединяются в цепочку. Соответственно, все это у нас есть. Но, как уже Юрий сказал, если у вас в системе, в конференц-системе предусмотрена система звукоусиления, то мы обязательно рекомендуем использовать подавитель акустической обратной связи, чтобы не было вот этого неприятного гула, списта и наводок на акустие под микрофон. Я ответил на вопрос. Если еще есть вопросы, задавайте. Так, коллеги, давайте мы еще подождем ваши вопросы с Алексеем где-то минут 10. Пока мы тогда спрячемся, чтобы нас видно, слышно не было, и посидим, подождем ваши вопросы. Если их не будет, то тогда с вами попрощаемся. В любом случае, надеюсь, что вам было интересно наше выступление. Пишите в комментариях, может быть, в виде обратной связи, какие темы вам были бы интересны, что мы рассказали. Время у нас такое, чтобы сейчас как раз только и проводить вебинары. Все равно все сидим, практически все по домам. Спасибо вам за теплые слова. Самое главное, не болейте.